Открытый диалог с Александром Непомнящим Очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, наш уважаемый зритель! Давайте-ка о том, что произошло в отношениях между Израилем и Россией, и насколько это серьезно. Да, это ситуация, которая продолжает, мы знаем, чем все это происходит, пожалуй, является самым серьезным и важным событием в прошедшей неделе. Итак, в конце еще минувшей недели стало известно, что армия обороны Израиля намерена поменять свою тактику в Сирии и спеть будет выстраивать операции против иранских целей в этом районе на боеприпасы дальнего действия, а не на авиаударах. То есть обстреливать ракетами дальнего радио действия, а не наносить удары с самолетом. И, очевидно, этот шаг серьезно понизит оперативные возможности Израиля. Сообщение об этой новой политике сдержанности Израиля последовало за главной новостью недели. Заявлением России о том, что она впервые помогла сирийцам перехватить четыре ракеты, выпущенные самолетами F-16 израильских ВВС по целям в Сирии. Это заявление России было сделано одновременно с другим, о том, что она, по сути дела, аннулирует соглашение 2015 года с Израилем о координации израильских военных операций в Сирии с российскими войсками в этой стране и договор о предотвращении конфликта в ходе проведения этих самых израильских военных операций. Понятно, что решение России стало для Израиля очень серьезным стратегическим ударом. Соглашение, о котором идет речь, я напомню, было инициировано практически сразу после того, как российские вооруженные силы начали разворачиваться в Сирии в сентябре 2015 года, шесть лет назад. Как только русские объявились, по сути дела, в пределах враждебного Израилю северного соседа, премьер-министр Бениамин Натаньял немедленно вылетел в Россию, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Целью той его срочной поездки и силе дальнейших встреч в последующие месяцы было достижение соглашения, которое позволило бы израильской армии сохранить свою оперативную свободу против иранских целей в Сирии, не вступая в военный конфликт с российскими войсками, развернутыми в Сирии для того, чтобы помочь режиму Асада, его союзнику Хизбалей и, соответственно, их иранским хозяевам в той тотальной войне, которую Асад вел против сунницких противников своих. То есть, по сути дела, против населения, большей части населения Сирии. В тот момент цель Натаньял казалась абсолютно избыточной мечтой. И всё же, как ни удивительно, это ему удалось. Более того, договорённости, достигнутые тогда между Натаньялой и Путиным, неукоснительно соблюдались обеими сторонами, за некоторыми исключениями, до тех пор, пока Россия их не отменила на прошлой неделе. Чтобы понять, насколько неприятен для Израиля этот внезапный российский поворот, важно вспомнить, что вообще побудило Натаньял к тем действиям в шесть лет назад. Когда российские войска вступили в Сирию, различные повстанческие армии, сражавшиеся с силами президента Сирии Пшара Асада, его союзниками Хезбалу и иранскими подразделениями Ксир, одерживали одну победу за другой на всей обширной территории Сирии. Вот Асад в отчаянии обратился к Путину с предложением о сделке. В обмен на то, что Россия станет его, по сути дела, военно-воздушным прикрытием, Асад пообещал предоставить России поставленную базу в порту Атаки и контроль над несколькими авиабазами, и еще и контроль над нефтяными месторождениями Канока в восточной Сирии. Но надо тут сказать, что этот контроль он, может быть, предоставил России, но пока что, как тогда, так и сегодня, эти месторождения остаются сейчас под военным контролем США. В 2015 году Израиль проводил необъявленную военную кампанию в Сирии, стремясь помешать Ирану транспортировать высокоточные ракеты и беспилотники через Сирию в Ливан, в Хезбалле. Угроза, которая представляла собой подобное оружие в руках Хезбаллы, понятно, была для Израиля экзистенциальной, сущностной. Ведь точно так же Иран передал высокоточные беспилотники и ракеты своим марионетчным силам в Ямине и в Ираке. И в том и в другом месте они были использованы для проведения стратегических атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Арабии. Собственно, вот в 2019 году в результате подобной атаки беспилотниками, которых запускали хуситы, в Саудовской Арабии была выведена из строя половина нефтедобывающих мощностей. И передача подобного оружия в руки Хезбаллы стала бы потенциальной угрозой для всех населенных пунктов Израиля, без исключения, а также, конечно, для военных баз, для ключевой инфраструктуры и для промышленных центров. Угроза, которую внезапное появление российских войск в Сирии на стороне Ирана, Хезбаллы и Асада представляло для безопасности Израиля, была очевидна. Если бы Россия решила активно противодействовать военным ударам Израиля на сирийской территории, Израиль должен был бы выбирать между двумя очень плохими вариантами. Израиль мог отступить, избегая прямой конфронтации с Россией. И выбрав этот вариант и прекратив свои воздушные атаки на иранские ракетные поставки Хезбалле, Израиль вынужден был бы, чтобы предотвратить возникновение стратегической угрозы со стороны Хезбаллы, начать против этой организации серьезную войну. И надо полагать, что в таком случае можно было бы ожидать, что Россия станет активно помогать военным устрелям Хезбаллы, потому что она была рядом и Хезбалла была ее союзникой. Иными словами, отступая в Сирию, чтобы избежать конфронтации с Россией, Израиль был бы с большой вероятностью вынужден противостоять России на гораздо более опасном поле битвы в Ливане. Ну и второй сценарий был тоже очень плохим. В этом случае Израиль продолжал бы наносить удары по поставкам иранского оружия в Сирию, не согласовывая свои атаки с Россией, и неизбежно казался бы вовлечен в прямой конфликт с русскими войсками. Так это было, например, во время Первой войны в Ливане после этого года. И в той войне Израиль уничтожил зенитные системы СССР тогда еще, на целое поколение установив свое превосходство в воздухе на Ближнем Востоке. И в 2015 году Израиль, в принципе, мог повторить это достижение. Или же, напротив, обнаружить, что не способен уклониться от новых российских зенитно-ракетных комплексов земля-воздух и утратить свое превосходство в воздухе. В любом случае, платой за выяснение ответа на вопрос, чьи бойцы, чье оружие лучше, стало бы разрушение двусторонних отношений Израиля и России. При этом, когда Натаньял должен был выбрать между этими двумя ужасными сценариями, он также оставался в рамках очень жесткого другого стратегического ограничения. Администрация Обамы в то время совершенно не поддерживала Израиль. В 2012 году, когда Асад и его союзники из Ирана и Хизбаллы начали кампанию массового геноцида противников Асада в Сирии, вовсю используя химические атаки, Обама только начинал свои целенаправленные усилия по переориентации систем альянсов США на Ближнем Востоке. Он сближался с Ираном и отдалялся от Израиля и арабских сунитских государств. И поскольку Асад был клиентом Ирана или акции, как выразился тогдашний президент США Барак Обама, ни он сам, ни его советники, не желая сердить Тегеран, они вмешивались, пока Асад целенаправленно истреблял население собственной страны, используя так называемые бочковые бомбы, баррельбомб, и химическое оружие. И вот под общественным давлением, требовавшим каких-то конкретных действий против зверх Стасада, Обама тогда, вы помните, заявил, что если тот применит химическое оружие, особенно против гражданского населения, то Обама пошлёт войска в Сирию, войска США. И поэтому, когда несколько месяцев спустя Асад атаковал более тысячи человек, многие из которых были мирными жителями в Путе, с применением газа Зорин, взоры всего мира обратились на Обаму в ожидании того, что он исполнит своё обещание. И вот в этот самый момент Путин послал Обаме спасательный круг. Россия сказала, что Асад как бы предложила такую сделку, мол, Асад передаст свой химический арсенал международной организации, а взамен Обама не станет наносить ударов по его войскам, по войскам Асад. И Обама немедленно воспользовался этим предложением, хотя было совершенно ясно, что оно одновременно и неосуществимо, и на самом деле нереально с точки зрения контроля за выполнением. И тут же Обама объявил о своей победе. Он добился своих. Хотя это была абсолютно не его победа. Это была победа Путина и Асад. И, внимательно наблюдая за этими героями Обама, Путин понял, что наступило его время, что теперь США не ответят на внезапное размещение российских войск в Сирию. И в тот момент, когда Асад сделал ему то предложение, которое он так ждал, Путин впервые за 33 года, собственно, с тех пор, как Советский Союз развалился, разместил свои силы в Сирию. Стремление Обамы за добрый тиран, наделив его полномочиями в Сирии, распространилось именно позицию Обамы в отношении военных ударов Израиля по этой стране. При этом Обама не выступил открыто против израильских операций. Он подрывал их, вы помните, сообщая в «Нью-Йорк Таймс» подробности об этих тайных ударах. И, кроме того, к моменту прихода в Сирию русских у Обамы была личная вендета против Натаньяу, по сути, возглавившего международную позицию ядерной сделки, которую Обама заключил с иранцами за два месяца до этого. И, кроме того, Натаньяу отклонил антиизраильские предложения Обамы в отношении «мира» между Израилем и палестинскими арабами. Короче говоря, Натаньяу был абсолютно неприемлемой для Обамы фигуры. У него была с ним личная война. Это кроме общей антиизраильской политики Обамы, кроме общего, так сказать, антисемитского настроя. И в этом смысле Натаньяу понимал, что никакой защиты со стороны Америки у него в его политическом манёвре против России и Сирии нет. И не может быть. И вот союз России с Асадом, Ираном и Хизбалой в Сирии. Её традиционный антагонизм в отношении Израиля. Советский Союз всегда был главным врагом Израиля на протяжении практически всего существования Израиля. И ещё и осознание того, что при Обаме Израиль больше не защищён, не пользуется значимой стратегической или дипломатической поддержкой США. Всё это, казалось, сводили шансы Натаньяу на успех в достижении соглашения о разрешении конфликта с Путиным практически к нулю. Но это было абсолютно нереально, казалось бы. Чтобы добиться успеха, Натаньяу нужно было убедить Путина в том, что интересом России служит продолжение израильских авиаударов по союзнику и партнёру России в Сирии, по Ирану. И он должен был убедить Путина в том, что хорошее отношение с Израилем — это национальный интерес России. При этом все высокопоставленные представители российского правительства, разведки и армии абсолютно не разделяли оба этих утверждения. И мы помним, что, несмотря на всё это, Натаньяу удалось добиться успеха. Чем тогда объяснял уже успех Натанья? Отчасти ему удалось привлечь на свою сторону Путина просто потому, что, несмотря на противоположные взгляды высшего руководства России, аргументы Натаньяу были вполне разумными. Россия не была заинтересована в том, чтобы предоставить Ирану полную свободу действия в Сирии. Она была и остаётся заинтересована в удержании Ирана в неустойчивом состоянии. И в зависимости от России, понимаете, с одной стороны они союзники в Сирии, с другой стороны они конкуренты. Потому что кто будет крышевать Сирию потом, Иран или Россия? Иран здесь близко, Россия всё-таки далеко. Поэтому России нужен был какой-то инструмент, какой-то козырь против Ирана, чтобы положение Ирана в Сирии было недостаточно устойчивым. И в этом смысле Израиль со своими атаками был очень кстати. Но ещё, кроме того, Израиль стал успешным, могущественным государством в тот момент. А значит, Россия могла многое выиграть от хороших отношений с Израилем. Собственно, мы помним, что Россия в этот момент находилась в очень сложных отношениях со всем западным миром. И Израиль, по сути дела, как бы становился единственным западным государством, причём значимым государством, который готов был поддерживать с ними отношения. И всё же, хотя утверждения Натаниялу были убедительными и разумными для интересов России, Путин был готов выслушать их лишь потому, что Натаниял и Израиль в каком-то смысле заслужили его уважение шестью месяцами ранее. А что произошло шесть месяцев до этого? Я скажу. Именно тогда Натаниял решил принять приглашение руководства республиканского конгресса и выступить на совместном заседании конгресса в марте 2015 года, чтобы изложить причины, по которым он противился сделке ядерной, о которой Обама вёл переговоры с иранским режимом. И вот в тот момент руководство Служб безопасности Израиля и СМИ, и Израильский левый лагерь во главе с тогдашним оппозиционным депутатом и нынешним сменным премьер-министром Израиля Ером Лапидом все вместе лихорадочно выступали против этого шабля, который, по их словам, разрушал связи Израиля-США. То есть что они кричали? Они кричали, что Натаниял, по сути дела, встаёт против Америки, против Обамы, против президента США. Это разрушает наши связи с США. И США — наш единственный, самый значимый союзник, и ой-ой-ой, что будет? И так у нас куча проблем, и так мы пари в этом мире, так теперь мы ещё и решимся главного своего союзника. И об этом перещали все ИР, Лапид, и СМИ, и все службы безопасности Израиля, весь высший военный генералитет. И несмотря на всё это, Натаниял поехал и выступил, мы помним, на соседании Конгресса, выступил очень ярко, ему аплодировали не раз. Специалисты говорили, что они редко помнят такую ситуацию, когда Конгресс так приветствовал бы, в общем-то, спикера чужого, приехавшего из другой страны, вообще даже не представителя Сената или Конгресса. И это выступление оказалось фактически стратегическим ходом гроссмейстера, мастер-класса. Потому что на следующий день после выступления Натаниял мир стал смотреть на Израиль совсем по-другому. Ведь ещё накануне Израиль был отвергнутым, изолированным государством пари, государским сателлитом США. Что Америка скажет, то Израиль делает. А теперь Израиль представал региональной державой. Выступление Натаниялу изолировало Израиль, как верещал глопит и СМИ израильские, и Левый лагерь, и весь генералитет израильский, который проходит, так сказать, финальную свою подготовку к переходу в генералитет из среднего офицерского состава, проходя через американские академии военных. Напротив, это выступление Натаниялу сплотило американскую общественность на стороне Израиля и против сделки, которая открывала и открыла, собственно, Ирану путь к ядерному арсеналу и к региональной гегемонии. И вот на фоне того, что Натаниял фактически превратился в лидера международной оппозиции ядерной сделки, Путин, рассматривая это выступление, судя по всему, пришёл к выводу, что Натаниял серьёзный игрок, а Израиль — это серьёзное государство, серьёзная нация, с ней можно иметь дело. Это не шестёрки, которые им так неинтересно вообще знать, что они там себе думают. И не только Путин. На самом деле, хотя соглашения Авраама были официально подписаны только четыре года спустя, в значительной степени они зародились именно в тот момент, когда Натаниял вошёл в галерею Конгресса. Потому что именно тогда и саудовцы, и египтяне, и эмиратцы, и даже иранцы убедились в том, что обещанием Израиля помешать Ирану стать ядерным вегемоном в регионе, можно доверять. Одни восприняли это, конечно, с радостью, другие — с опаской и ненавистью. Но они поняли, что это всё серьёзно. И вот всё это вместе подводит нас к сегодняшним дням. Теперь, когда русские расторгли сделку Путина и Натаниял, те, кто отстранили Натаниял от власти, сталкиваются с теми же мрачными сценариями, перед которыми оказался Натаниял в момент вступления российских войск в Сирию. Но в отличие от Натаниял, ни премьер-министра Насталик Беннет, ни министра настранных дел Ейр-Лапин не имеют возможности прилететь в Россию и убедить Путина возобновить сделку. Не в том, что у них нет самолёта, не потому что они не умеют договариваться. Нет, нет, не поэтому. Это и как бы даже не потому, что там делал Путин или что делал Натаниял, а потому что сделали они сами, Лапид и Беннет. Ведь вскоре после того, как Беннет и Лапид вступили в должность, став сменными двумя, так сказать, премьер-министрами, двумя братцами акробаций, Лапид поговорил по телефону с госсекретарём США Энтони Блинкиным, а затем объявил о том, что он дал администрации Байдена обязательство соблюдать политику без сюрприза. То есть обязательство, которое подорвало международное положение Израиля. Лапид пообещал, что ничего Израиль военного в Сирии и вообще в регионе делать без отмашки Байдена он не будет. И в то время, как выступление Натаниела перед Конгрессом тогда положило конец международному восприятию Израиля в качестве второстепенной державы и сателлита США, переведя Израиль в положение региональной державы, теперь обязательство Лапида не удивляет. Администрация Байдена вернула Израиль к его прежнему подчинённому статусу. То есть теперь Израиль подписал громко, вывесил большой тлокат, громко заявил, мы больше не самостоятельное государство, мы делаем то, что нам скажет администрация Байдена. Это сделал Лапид. И с учётом направленных против нас угроз, вот этот односторонний шаг Израиля, который ограничил его операционную свободу, обязывая предварительно уведомлять США о своих операциях, он не имел смысла и в лучшие времена, но теперь он и вовсе выглядит безумным на фоне лихорадочных попыток администрации Байдена возобновить ядерную сделку, ради чего на самом деле, да, мы об этом уже говорили много раз, ради возрождения прежней статегии Обамы, отказа от поддержки Израиля и суньицких арабских государств и переориентации на Иран. Вот главная цель всех ядерных танцев в Ленин. И вот от Эрияда до Газы, от Абудаби до Тегерана, от Пекина до Брюсселя и, конечно, до Москвы, мировые лидеры понимают, что произошло. За стратегическим ударом, нанесенным Израилю на этой неделе России, несомненно, последуют многие другие, потому что бьют слабо. Лапид громко заявил, что он шестерка, шестерка Байдена. Ах, но если вы шестерки Байдена, а Байден сейчас не заинтересован в том, чтобы у Ирана были какие-то проблемы в силе, так мы не будем вас поддерживать, мы не будем с вами продолжать это соглашение. Зачем? Нам-то это зачем? Если вы шестерки, так и будьте на уровне шестерок, опущены. И так думают не только в Москве, можно говорить все, что угодно про Путина, но так будут думать северовые лидеры. И, безусловно, за тем, как повела себя Россия в отношении Израиля, раз вы не самостоятельное государство, так и разговаривать с вами будут по-другому. Точно так же будут поступать и другие государства. Союзники и враги Израиля будут теперь оценивать свои варианты в свете того, что правительство Лапидо Беннета признало свою покорность и зависимость не просто от администрации США, а от враждебной администрации Вашингтона. И, разумеется, делать соответствующие выводы. И в этом смысле, конечно, можно сколько угодно злиться и сердиться на Путина и на то, как он ведет свои дела, и на то, как он в одностороннем порядке разорвал эти соглашения, но, по большому счету, вина за это лежит не на нем. Вина за это лежит на Беннете и Лапиде, которые громко заявили на весь мир о том, что Израиль перестал быть независимым государством. Ну, раз вы перестали, так теперь пеняйте на себя. Вот такая вот ситуация. Я напомню, телефон студии 847-400-5200, если у вас возникли вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. Ну, а мы пока, давайте, наверное, прервемся. На перерыв, да, и потом ответим на вопрос уже после перерыва. Да, и после перерыва можете позвонить и задать ваш вопрос, Александр постарается на него ответить. Открытый диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Телефон студии по-прежнему 847-400-5200. Если у вас есть вопросы к Александру, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну, а если пока вопросов нет, давайте перейдем к израильской политике. Что происходило в политике израильской за минувшую неделю? Да, Сергей, но помимо вот этих больших перемен во внешней политике Израиля были и разные мелочи, причем на самом деле нынешнее правительство Лапида и Беннета радуют нас буквально каждый день какими-нибудь гадостями. То есть только думая, что вот надо же, нет такой области, нет такой сферы, в которой не произошло уже каких-то неприятностей, каких-то отступлений от того, что мы имели. Но вот то, о чем я хотел обратить внимание в сегодняшней передаче, это на антипоселенческую направленность этого правительства. Правая, в кавычках, правительство Лапида Беннета обязалось на этой неделе перед Верховным судом снести два живых дома в еврейском поселке Эли в Шумроне, в которых живут четыре семьи. Правда, хитрый Беннет, он предпочитает это свалить на Лапида, и он выглянчивает у Верховного суда трехлетнюю отсрочку на снос, чтобы, ну, как бы, чтобы это досталось либо Лапиду, либо, вообще-то, кому-то другому. Но неясно, насколько Верховный суд удовлетворит эту мелкую поблажку, обеспечит ему, удовлетворит эту просьбу. В любом случае, у правов, в кавычках, опять же, правительства Лапида Беннета, который энергично занят легитимацией, отбеливанием многих тысяч незаконных построек бедуин от Негеве, нет ни возможности, ни, как видно, желания спасти даже просто два еврейских дома. Причем обратить внимание, что Натаньял в свое время получил, как бы, в наследство необходимость разрушить несколько еврейских домов, потому что предыдущее правительство обязалось это сделать. И, собственно, это были не его решения, не его правительство пообещало это сделать. Он мог либо пойти и сказать, я не выполняю решения предыдущего правительства, либо выполнить, как бы это ни было, так сказать, неприятно. И надо знать Натаньял, Натаньял, так сказать, за преемственность власти. То есть для него всегда очень важно, даже если он против какого-то действия, но решение принято предыдущим правительством, он считает, что его нужно выполнять. Вот мы помним, были сносы каких-то частей еврейских поселков при Натаньял, которые ему вменяли вину, безусловно, справедливо, потому что он премьер-министр, он отвечал, и он не сумел защитить. Но при этом при Натаньял строилось огромное количество домов и еврейских поселениях, все развивалось. Сейчас то, что происходит, Лапид обязался американской администрации о том, что никакой независимой политики нет, и это включает в себя не только отказ от бомбежек без разрешения иранских позиций, но и строительство Ваудеи и Самарии. Поэтому теперь не строится ничего, ноль, полная заморозка. Как это сделано, та комиссия, которая должна разрешать еврейское строительство Ваудеи и Самарии, просто не собирается. Не собирается, и всё. Теперь её больше нет. Что думать с поводу Беннета, трудно сказать, но, как бы, видимо, его никто особенно не спрашивает. Что спрашивает человека, у которого мандатов с гульки носа, кто он вообще в этом правительстве влево. И самое обидное, конечно, то, что на фоне вот этого абсолютно безграсного отношения к евреям, бедуины в Негере получают полную свободу действий. То есть всё, что вы хотите. Хотите, все незаконные постройки будут теперь законными, пожалуйста, хотите строить ещё больше на государственных землях, пожалуйста, вам нужны деньги от государства на этот захват земель, пожалуйста, эти деньги собирает сейчас Неберман, вводя новые налоги, совершенно невиданные, на 30% повышая стоимость электричества сейчас в Израиле, для того, чтобы обеспечить перевод 50 миллиардов в арабский сектор. Сергей, у нас есть вопрос или мы продолжаем? Да, давайте попробуем принять вопрос, а потом продолжим. Добрый день, Сергей, добрый день, Александр. Скажите мне, пожалуйста, вот, ответите на вопрос. То, что я смотрел по телевидению, различные каналы, израильские, русские каналы, они говорят, что на Путина очень подействовало то, что они, американская администрация категорически против, чтобы Израиль бомбил кого-то, иранские или там сирийские войска и так далее, и так далее. И, мол, они подались на это же, что Израиль не заслуживает такой поддержки, какой они заслуживали при Нитаньяку. Но вы знаете, следя очень много лет за Путиным, я по отношению к Израилю, у него всегда очень такое, как бы, уважение к военным, бывшим военным, особенно я помню, какое он, так сказать, какое уважение он делал генералу Шарону, Нитаньяку, как бывшему военному. Ваш премьер-министр тоже довольно-таки был активный в спецвойсках и так далее. Клопидо что-то я ничего не знаю, но он же пригласил Путин, вашего премьер-министра, к себе. И о чем они могут говорить тогда? Что, как это вообще можно всю эту политику склеить вместе? Да. И вы считаете, что не исключен вариант, что русские будут стрелять по израильским самолетам? Вот это. Вот. И спасибо вам большое. И еще два слова. В прошлой неделе я задал вопрос насчет израильской бейсбольной команды. Они первую игру провели довольно-таки неплохо, но проиграли в 10-м мининге. 6-5. Сегодня они проиграли американцам 8-1. Что и следовало ожидать. Но все равно само попадение на Олимпиаду, это было значительно. Окей. Спасибо вам. И с удовольствием послушаю ваши ответы. Пока. Ну, я думаю, что понимаете, какая ситуация. В тот момент, пока Израиль говорил, что он самостоятельное государство, то Путин относился к нему как к самостоятельному государству. И понимал, что нужно как-то договариваться. И, безусловно, здесь сыграло свою роль, что Путин, в отличие от очень многих российских политиков, не антисемиев, от слова совсем. Можно много чего говорить про Путина, плохого и хорошего, но не антисемиев, это всем известно. У него нет антипатии, априори к евреям. Во-вторых, безусловно, и то, что вы сказали, тоже верно. Он уважал Натаниял, потому что в свое время Путин заявил эту свою известную фразу, сказал о том, что террористов нужно мочить в сортире. И он знал прекрасно, что Натаниял как раз исполнил однажды в одной из операций по освобождению самолета, он именно это и сделал. В сортире самолета он замочил террористов. Ну и было, конечно, еще много чего в военной карьере Натаниял, что можно уважать. Безусловно, Путин относится к таким людям с уважением. Но главное, на мой взгляд, именно то, что Натаниял дал понять, что Израиль самостоятельное государство. А сейчас этого нет. Сейчас Израиль сказал, мы не самостоятельное государство, мы сателлиты администрации Байдена. Но раз и сателлиты администрации Байдена, то с вами и разговаривать не о чем. Я буду говорить с Байденом, я буду с ним договариваться по всему региону. А вы, никто и звать вас никак. Теперь будет, дойдет ли до обстрелов израильских самолетов? Судя по всему, нет. Потому что Израиль тут же, как бы он же свернул эти операции. Теперь говорит, что он будет стрелять издалека ракетами. А что, в общем, конечно, очень сильно снижает оперативные маневренность израильскую. И непонятно, насколько это будет эффективно. Но, да, действительно, нужно было бы договариваться заново. Но я пока не вижу ситуации, при которой Беннет поедет к Путину и Путин станет вообще с ним разговаривать. Потому что, да, у Беннета тоже неплохой военный послужной список. То есть, что значит? Он, в отличие от Лапида, действительно воевал. Лапид был, сидел в тылу и писал статейки. Так, среднего качества, прямо скажем. Беннет реально воевал. Да, он был в боевых частях. Правда, его боевой опыт просто несравним с боевым опытом Натаниэла. То есть, там даже сравнивать нечего. Да, в любом случае, он рисковал своей жизнью. Он большой, молодец. Тут нельзя это отнять у него. Но там это рядом не стояло. То есть, просто боец из спецподразделения и человек, за плечами которого несколько операций, которые вошли в историю Израиля. Это вот сравнение Беннета и Натаниэла. Поэтому, безусловно, у Путина к нему и отношение другое. И возраст, на самом деле, Беннет молодой для Путина. Он ребенок, фактически. Кто он такой? Он себя никак не зарекомендовал, кроме воплей громких, так сказать, и вот этого достаточно грязного политического трюка, который сейчас привел его к власти. Но главное, он не самостоятельная фигура. Его вообще никто не спрашивает. То есть, зачем говорить с Беннетом, у которого пять мандатов, которые в правительстве никто, и злать его никак. Не будут с ним разговаривать. А с Лапидом, тем более, разговаривать не будут, потому что это вообще человек, который, так сказать, ну, по путинским понятиям, на мой взгляд, человек, которому и руку-то протянуть неприлично. Поэтому, да, увы, у Израиля сейчас, видимо, не будет нормального разговора с Россией. И в этом, снова я повторю, виноват в первую очередь новое правительство Израиля. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. В эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сережа, здравствуйте, Александр. Александр, вот вы две или три недели там назад написали у себя на странице Фейсбук о том, что Мансур Аббас дал интервью арабской газете, или телевидению о том, что они уже, ну, правительство договорилось о том, что якобы иудеи и самареи будут там какие-то демонтажи проводить еврейские поселения. Вообще, скажите, пожалуйста, какое влияние имеет правительство Мансур Аббас и почему так сильно опасаются его партнеры по коалиции? Спасибо. Дело в том, что эта коалиция у нас, в ней 61 голос, достаточно одному депутату сказать, я больше не хочу поддерживать коалицию, и она развалится в ту же секунду. И поэтому арабский блок, который на самом деле сегодня включает уже не только братьев мусульман Мансура Аббаса, но и всю остальную часть арабов, которые находятся вне коалиции, но ее поддерживают, это очень важная составляющая. Без них у левого лагеря, плюс вот эти перебежчики, как бы не будет большинства для проведения каких-то значимых вопросов, например, бюджет. Вот на повестке дня у нас проведение бюджета. Если братья-мусульмане и арабские террористы, сторонники Арафата и отрицатели еврейского государства, если они не будут голосовать за бюджет, то правительство падет просто. Поэтому сейчас их нужно задавливать любыми способами. И те количество денег, джобов, работ, официальных постов, которые сейчас уходят арабам, оно фантастическое. То есть действительно это правительство, оно абсолютно не сианистское, оно антисианистское. И присутствие в нем вот этих самых Сара и Беннета, которые формально считаются правыми, они как вот мизуза в публичном доме, не более того. То есть просто для украшения и для того, чтобы люди, которые хотят обманывать себя, могли продолжать себя обманывать и говорить, нет, это не левая правительство, там же вот есть Беннет и Саар. Но это только для отвода глаз. Реально же Адмансур Аббас является ключом, как бы таким камнем, запирающим эту коалицию. Без него ничего не будет. А поэтому все, что он хочет, они получат. Он хочет 50 миллиардов, он получит 50 миллиардов. Он хочет использовать эти деньги на захват Негио, фактически превращение Негио в астономию, отделённую от Израиля. Он это получает. И эти деньги берут сейчас, вводя новые налоги, накладывая, так сказать, это дополнительное финансовое ограничение на весь народ Израиля. Это почувствуют все, потому что коснётся электричества, медицинских услуг, съёмок, квартир, продажи, квартир и так далее, и так далее, и так далее. То есть нет практически таких областей, в которых не будет сейчас увеличена плата за жизнь. И всё это для того, чтобы обеспечить Адмансур Аббасу то, чего он просит, потому что без него всё развалится. И это правительство полетит вверх тормашек. И Адмансур Аббас прекрасно. Спасибо. 847-400-5200, телефон нашей студии. Если ещё есть вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну, а мы пока, наверное, продолжим. Ещё какие-то моменты как раз по израильской политике. Вот продолжая то, о чём я говорил, не только начали снос, то есть не только провели снос, или, скажем так, этот снос ещё не осуществлён в поселении правительства. Беннета сказала, да, мы собираемся снести эти дома к Верховному суду. То есть Верховный суд говорит, вот у нас тут есть обращение левых, что это дома стоят на арабской земле. То есть что должно сделать такое правительство? Он говорит, покажите нам доказательства, давайте разбираться. Пусть будет чёткий доказательство, что есть какая-то конкретная семья, которой эта земля принадлежит. Вместо этого приходит представитель правительства и говорит, да-да, вы правы, мы, пожалуй, просто, мы заранее говорим, что мы просто снесём эти дома. Только, пожалуйста, дайте нам три года, чтобы мы пока не сносили, а то у нас и так всё трещит, пошло. Но это не всё, потому что на этой неделе правые, кавычка, депутаты от коалиции провалили в предварительном чтении проект закона о распространении израильского суверенитета в Иудее и Самарии. Казалось бы, чего уж больше? То есть впервые в истории Израиля у правых есть 65 мандатов, формально есть, потому что есть как бы весь правый лагерь, плюс вот эти партии, две партии Сара и Беннета, которые как бы называют себя правыми. Они говорят, мы такие защитники поселенцев, мы такие сторонники поселенческого движения, без нас ничего бы не было. Но они провалили закон, который был внесён в Иуде, на предварительном чтении о распространении израильского суверенитета. И они голосовали против этого закона вместе со всеми арабскими партиями, вместе с левыми. Все представители коалиции, все, кто там были, из партии Ямина и Типа Хадаша, Сара и Беннета, все они правы и в кавычках, все проголосовали против этого закона. Поэтому если у кого-то оставались ещё какие-то иллюзии по поводу их реальных принципов и целей, то этих иллюзий больше остаться не может. Другое дело, что люди готовы обманывать себя и говорить, ну это вот так вот по-другому никак нельзя, главное, что Натанияо убрали. Но если для людей главное, что убрали Натанияо, то да, тогда снос поселений. Отказы суверенитета в Иудеи и Самареи, это всё как бы плата за то, что убрали Натанияо. Тут и есть ещё один момент, который хотим рассказать по поводу партии РАМ, вот этой арабской партии Мансур Аббаса. Если у нас есть звонок, то ответим на него, если нет, то я расскажу. Давайте продолжим. Так вот, дело в том, что, как я уже сказал, коалиция из 61 представителя, там 8 партий, такого как бы пёстрого, разнообразного ковра в коалиции ещё не было в истории Израиля никогда. И каждый депутат, соответственно, норовит что-нибудь себе урвать. То есть тут даже дело не только в желании, скажем, арабов забрать себе как можно больше и обстричь ювелеев, так сказать, над деньгами и какими-то постами. Ну и просто каждый депутат беспринципный, так сказать, старается урвать до себя как можно больше. И вот пишет журналист Митцегель на этой неделе, ещё один коалиционный кризис преодолён с помощью синекуры. И Сегеля на самом деле трудно назвать критиком нынешнего правительства, а Митцегель – журналист правых взглядов, как бы из очень критичной семьи, но сейчас его скорее можно назвать таким вот трубой, свистком Беннета, который озвучивает всё, что нужно Беннету, и не озвучивает то, что Беннету не нужно. Но даже его как бы это немножко смущает, потому что та скорость, с которой коалиция сметает все мыслимые и немыслимые нормы, обескураживает даже, похоже, Эмита Сегеля. И о том, что входящая в коалицию исламская партия братьев-мусульман Рау, она намерена добиться назначения своего депутата Мазана Ганаима, заместителем министра строительства. Почему вдруг, откуда взялось, почему они хотят, чтобы ещё один у них был какой-то заместитель министра, не министр, а заместитель министра. А дело в том, что тогда по закону норвежскому, так называемому, он уволится из КНЕСЭТа, перестанет быть депутатом, позволит войти в КНЕСЭТ другому представителю РАМ, более покладистым. А сейчас Ганаим чуть что пугает коалицию отказом соблюдать корреляционную дисциплину. То есть вот они, вроде как 61 у них есть, вот они хотят провести какой-то закон, Ганаим не говорит нет, мне не нравится этот закон, голосовать за него не будет. И поскольку сделать с ним ничего невозможно, его просто покупают постом замминистра. И таких купленных замминистров у этого правительства уже порядка двух десятков. Дело в том, что правительство в Израиле, скажем, это было всегда, когда-то давно, это было 15 мандатов, 15 министров, 17 министров. И они были депутатами КНЕСЭТа тоже, то есть фактически они получали одну зарплату как министры, но при этом не были депутатами. То, что происходит сейчас, нынешнее правительство распухло уже до рекордных 34 мест, 34 министра и замминистра, то есть примерно в два раза больше, чем, так сказать, нормальное правительство, даже немножко раздутое. И вдобавок к этому, поскольку норвежский закон, есть еще 61 депутат у коалиции, то есть 95 вместо 61, которых оплачивает государство. Это все машины, это офисы, это помощники, это огромные деньги, которые как бы у Израиля сейчас откуда их берут. А вот говорят, вы Кока-Колу слишком дешево покупаете, увеличиваем цену на Кока-Колу, вы за сахар слишком мало платите, за электричество вы платите мало, будете платить на 30% больше. То есть в те наивные времена, которые были при Рабине и Пересе, например, Рабине и Пересе купили стабильность своей коалиции ценой всего лишь двух правительственных синекур, одного министра и одного замминистра для перебежчиков из партии ЦОМИ. Сейчас речь идет о десятках таких перебежчиков, и похоже, что нынешняя коалиция решила доказать, что она не только самая антисионистская в истории страны, но она также самая беспринципная и самая коррумпированная в истории. Вот такая вот у нас неприятная ситуация, Сергей. Понятно. Мы уже говорили о том, что в Ливане происходит? Да, ну вот мы говорили в нескольких передачах о том, что происходит в Ливане, и сейчас ситуация там продолжает ухудшаться, и вот если у нас буквально есть, сколько у нас, минут 10 есть. Дело в том, что в Ливане нарастает кризис, нарастает нестабильность. Эта нестабильность как штопор, который уходит от государства. Собственно, в нем давно нет стабильности. В нем уже несколько лет нет нормально функционирующего правительства, но до последних недель казалось, что ливанскому политику, миллиардеру Сааду Харири удастся снова сформировать какое-то правительство, но он предложил свой кабинет министров, президент Мишель Аум ему отказал, и Харири подал отставку, сказал все, пусть Бог спасает эту страну, больше я ничего сделать не могу. И заявление Харири немедленно привело к очередному обвалу курса ливанской лиры. Причем нужно понимать, что за последние годы, за не последние несколько лет стоимость ливанской лиры потеряла 95% своей стоимости. Понимаете? Она еще как бы несколько, не так давно, на протяжении десятилетий стоила примерно полторы тысячи лир, стоили доллар. Сейчас это уже 22 тысячи, 20-22 тысячи лиры за доллар. То есть больше, чем в 10 раз этот курс упал. И понятно, что крушение национальной валюты, оно неизбежно превращается в рост цен, потому что ливанша страна, которая все экспортирует, она почти ничего не производит. И поэтому и весь импорт, и собственно все отечественные товары, которые основаны на импортном среде, они превращаются в предмет роскоши, потому что в 10 раз все стало дороже. И этот продолжающийся обвал ливанской лиры, он привел уже к закрытию множества предприятий, компаний, к росту безработицы, к огромным очередям за топливом, которые постоянно приводят к каким-то конфликтам уже даже с инцидентом с насилием, продолжительным отключением электричества. И вот в наши жаркие дни, у вас там тоже говорят жарко, но у нас особенно жарко, наряду с перебоями водоснабжения в Ливане, это просто превратилось в какую-то национальную катастрофу, плюс дефицит основных продуктов, частичное закрытие пекарен, потому что нет электричества, нет пекарен, нет хлеба, основной продукта еды ливанцев. Понимаете, в чем какая ситуация? Ливане прекрасно понимают, откуда взялся этот кризис. Кризис этот произошел из-за Хизбаллы. Хизбалла еще, скажем, 20 лет назад, это была маленькая организация шиитская, которую поддерживал Иран, и которая, в общем-то, влияла только на юге страны. Она воевала с Израилем, Израиль воевал с ней, такая вот террористическая группировка. Но после того, как Ихуд Барак бежал из Южного Ливана и отдал фактически Южный Иван в руки Хизбаллы, Хизбалла стала стремительно набирать вес политически и сегодня является, по сути дела, ведущей политической силой этой страны. Но Хизбалла не является самостоятельной фигурой. Хизбалла — это марионетка Ирана. И поэтому Хизбалла, подмяв под себя ливанскую экономику, ливанскую политику, не развивает эту страну, а, по сути дела, высасывает из нее все силы и все ресурсы в своих интересах и без всякого, как бы, без того, чтобы считаться с тем, что важно для Ливана. И вот сегодня на фоне этого кризиса ведь что произошло? После того, как начался этот кризис, ливанские правительства, те, которые еще были, они обратились к Международному валютному фонду и сказали, дайте нам денег, мы, государство, банкроты, да, мы банкроты, но дайте нам денег, чтобы мы как-то восстановили свою экономику. Такое случалось в других государствах тоже. Но Международный валютный фонд и арабские страны богатые, которые раньше вытаскивали Ливан и не только Ливан из подобных ситуаций, сказали, мы дадим вам денег, но вы должны гарантировать, что эти деньги не будут разворованы Хизбаллой, потому что ведь Ливан был богатой страной, Ливан был, то, что называлось, Бейрут называли Ближневосточным Парижем. Ливан был такой издюминкой на Ближнем Востоке, вокруг все воевало и рушилось, а Ливан был таким местом, куда люди приезжали отдыхать, в том числе из Саудовской Аравии, из Эмиратов. Но с тех пор, как Хизбалла подмял ее под себя, все изменилось. И арабские государства, и Международный валютный фонд сказали, мы дадим вам денег при условии, что Хизбалла эти деньги не разворуют. Но Хизбалла является политической силой, ведущей политической силой в стране, которая, конечно, не соглашается вводить какие-то ограничения, которые не позволят ей эти деньги разворовать. Потому что для нее Ливан, вот как для паразитов, просто вытащить все, что можно, и больше нас ничего не интересует. И поэтому денег нету, кризис усугубляется. И то, что сейчас происходит, на самом деле, казалось бы, для чего Хизбалле убивать Ливан полностью? А дело в том, что в той ситуации, в которой находится сейчас Ливан, судя по всему, его подомнет под себя Иран, то есть если сейчас Иран управляет Ливаном через Хизбаллу, то есть опосредованно, то в той ситуации финансового кризиса, краха, по сути дела, полного краха государственности, многие ливанцы начинают понимать, что за этим придет просто полная оккупация Ирана, уже напрямую, не через Марионет. То, что произошло в Сирии, то, что произошло в Ираке, то, что произошло в Йемене, когда Иран использовал своих прокси, для того, чтобы подчинить эти страны себе, то же самое происходит в Ливане. Для Ирана это очень важный момент. Иран получает выход к Средиземному морю. И как бы в их исторической перспективе приход в Ливан — это колоссальная победа. И с точки зрения вот того плана, который в свое время закрутил Барак Убама, о том, что Ближний Восток должен разделиться как бы на шрицкую и на суницкую часть. Шрицкая часть — это вот от Ирана до Средиземного моря, а суницкая часть — это северная Африка. И в этом смысле нет места не только Израилю, но и суницким арабским государством. И Ливан в этом смысле тоже становится такой вот как бы марионеткой и частью регионального экспансии Ирана. Ливанцам это не очень нравится. И они сейчас пытаются этому противостоять. Но пока что мы видим, что только все у них ухудшается. И общий крик. Они надеялись на поддержку Саудовской Аравии и Эмиратов. Этой поддержки пока что не предвидится, не финансовой, потому что не хотят кормить Хизбалу, не политической, потому что сегодня и Саудовской Аравии, и Эмиратам нужно как-то как-то самим выживать в новой ситуации, когда Америка их бросает просто под автобус Ирана и переориентируется на Иран. И когда Израиль, по сути дела, превратился из независимого государства, в котором они думали, что они смогут вместе как-то обороняться, в полного сателлита администрации Байдена, в этой ситуации никто Ливану не поможет. И можно предвидеть, что в ближайшее время эта страна будет подмята полностью Ираном под себя. Сергей. Спасибо, Александр. На этом будем закругляться. Держитесь там. Мы здесь постараемся держаться. Держитесь, потому что, конечно, ваши новости тоже не радуют. И ситуация, которая происходит в Америке, когда я читаю о том, как сотни людей, которых вычислило ФБР, как будто от речи шла о террористах, их вычли за то, что они были, участвовали в демонстрации перед Капитолием, тогда и они их держат в отдельных камерах, в изолированных камерах, без того, чтобы к ним могут прийти адвокаты, без того, чтобы туда пустили республиканских компрессменов сегодня. Это просто невероятный кошмар какой-то. То есть трудно себе представить, что это происходит в Америке. А если это была в Белоруссии какая-нибудь, то понятно, что давно в Белоруссии, как бы, вот такой вот у них Лукашенко. Но это происходит в Америке. И самое страшное, на самом деле, не то, что эта власть позволяет себе так себя вести, а то, что это более-менее устраивает общество. Общество с этим спокойно живет. Оказывается, американцы вовсе не такие любители демократии и свободы. Пожалуйста, этих людей назвали террористами, при том, что у них нет никакого, даже террористы, уголовного послужного списка. Речь идет об учителях и среднем классе, самых, как бы, обычных, ну, простых реднетах, может быть. Люди, может быть, не самых изысканных, но это обычные американцы, самые простые, просто назначили врагами народа, их уничтожают, гнобят сейчас точно так, как работала сталинская машина. И мы всегда говорили, вот Сталин, вот это все страшное, то, что было в Союзе, вот, пожалуйста, происходит на наших глазах в Америке. И этого никого не возмущает, никого не касается. Да. Все спокойно с этим живут. Спасибо. Будем добираться вместе. Спасибо большое, Сергей. И будем до следующей встречи. До следующей встречи.